Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими поднями, новостями из Швейцарии и отвечаю на ваши многочисленные вопросы к теме про наследство в Швейцарии, а именно о скелетах шкафу. Мой сюжет, который вышел два дня назад, очень много было вопросов, поэтому вчера я ответила на первую часть, сегодня будет продолжение, которое коснется семейных отношениях, потому что очень много вопросов у вас возникло именно по поводу этой темы. Понимаю, другой менталитет, ничего ты с этим не подумаешь. Я думаю, в данном случае страна не играет особой роли. Тут дело о человеческих качествах, потому что у каждого свои понятия в семье, своё воспитание и своё мировоззрение. Как мы это воспринимаем? Войти в этом сюжете, воздержимся от гневных комментариев, когда вы начинаете оскорблять других людей, переходить на личности. Опять-таки вспоминаем, рассказываем только в форме «Я» о себе. Интересная эта тема? Поехали вместе со мной! Еще один интересный момент. Татьяна, я помню ваш рассказ, когда свекрови насчитали на зубы 12 тысяч франков, почему же она в рассрочку выплачивала эту сумму и не взяла из своих накоплений, огромных денег, которые у неё были. Всё очень просто. Здесь фондовые счета вы не можете взять. Они лежат в бумагах. И если вам нужно вытащить какую-то сумму, нужно заранее говорить, допустим, «Мне понадобится продать 3-4-5 акций», и уже брокер смотрит, какой подходящий момент, чтобы в этот момент сдать вашу акцию и выдать вам деньги. То есть это в один день не делается. Мало того, а здесь невыгодно сразу отдавать 12 тысяч, когда тебе разбили в рассрочку, и ты себе абсолютно спокойно можешь на свою зарплату, на свою пенсию ежемесячно выплачивать и покрывать эти расходы. Вот. И опять-таки этот же вопрос я привяжу к другой женщине, которая спросила, «А может быть, моя свекровь жила на эти деньги, и эти минус 200 тысяч ушли на её жизнь в дорогущей Швейцарии». Опять-таки сюда же, да. Это не единственный счёт, который был у моей свекрови. И, как я вам говорила, изначально был сюжет, почему маме никто не помогает, не носит торбы с продуктами, не оплачивает коммунальные услуги, потому что никто здесь не нуждается. То есть, мало того, брат мужа, который жил с мамой всю жизнь, он ни разу не выезжал с этого дома, у него нет семьи, нет детей, он всю жизнь, живя в доме, платил маме аренду. Ну, сейчас представляю вашу реакцию. И внук, сын Беата, когда учился рядом с ними, он жил два года у бабушки и платил со своей несчастной зарплаты 650 франков. Допустим, он 250 давал бабушке за комнату и за обед или ужин там, потому что она его кормила. И это не потому, что моя свекровь жадина и брала эти деньги. Нет. Потому что здесь каждый человек, как моя дочка, платит ежемесячно за расходы семейные. Точно так же и брат Беата, взрослый человек, который работает, понимает, что его мама не обязана содержать. Он взрослый человек, и это ему стыдно. Он сам платит за своё жильё, потому что эти бы деньги он мог бы тратить на отдельную квартиру. А он живёт в доме, он наслаждается садом, он может там после работы работать и так далее. Ну, то есть я понимаю, что вам сложно это понять, но вот представьте себе, да, такая ситуация. Так что, ну, моя свекровь не нуждалась, да. У неё была пенсия две с половиной тысячи, плюс аренда. Сын платил каждый месяц, да. Естественно, они опять-таки скидывались на продукты по очереди, покупали. Причём они всегда очень хорошо питались. Я вам уже рассказывала, да, то есть швейцарцы не едят каждый день мясо. Они едят раз в неделю его, но очень качественные. Всегда это у них только биопродукты. Раз в неделю мясо, раз в неделю рыба, очень много овощей. Это тоже стоит денег. То есть всегда какая-то выпечка была, плюс сад стоит денег, да, его обустройство и удобрение семена и так далее. Вот, следующий вопрос. Ну и отношения у матери с сыновьями даже не посоветовалось. Наверное, невнимательно слушали. Я начала свой сюжет с того, что в Швейцарии не принято говорить о финансах. И у меня есть тема, да, 10 табу, о которых не говорят швейцарцы. И тем более не принято продавать свою любовь, либо покупать ее. Здесь совершенно другие отношения. И смешивать финансы с любовью к матери, да. Как вы знаете, что моя свекровь не нуждалась в любви сыновей. Она в ней купалась. И это показывает о том, как она провела свой последний год жизни, учитывая серьезное заболевание, неизлечимую болезнь. И, как понимаете, здесь любовь и отношения не связываются с деньгами. Отношениями у моей свекрови со своими детьми, сыновьями, они были очень теплые и потрясающие. На мой взгляд, у меня таких отношений в семье нет и не было никогда. И люди, когда встречались, говорили о рецептах, о розах. Это их общее увлечение и так далее. Но не совершенно не о финансах. И если мы сейчас рассмотрим ситуацию в этом разрезе, да. Что бы дало, если бы мама консультировалась бы со своими сыновьями по поводу денег, если они точно так же никак в этом вопросе не являются специалистами и ничего посоветовать толком ей не могут. Поэтому она и пошла в заведение, которое занимается, финансовый институт, да, который занимается такими вопросами. Вот. Другой момент, что она сама не контролировала этот процесс, да. То есть, как бы, зная, что у нее где-то размещены деньги, у нее не было интереса, чтобы контролировать, да, насколько правильно разместили ее бумаги, как это все происходит. Кто-то еще написал, что биат с вами не пропадет. Вот. Я точно так же не вмешиваюсь в отношения моего мужа с финансами. Я знаю, что у него есть пробелы. Я его уже пятый год учу заполнять свою налоговую декларацию, чтобы он брал ответственность за свои финансы в свои руки. Никак не получается. Но есть такие люди, которым это неинтересно. А я это обожаю делать. Причем я это делаю не только себе, но и другим, да. И плюс у нас это четко разграничено. Это была моя инициатива. Я хочу быть человеком, пока у меня есть к нему чувства. Меня возбуждают не деньги. Меня возбуждает ум человека и его забота, его поддержка моральная. Что бы я ни начинала, мой муж всегда рядом. Он мой первый зритель, он мой первый поклонник, обожающий взгляд. Вот эти глаза, они меня мотивируют что-то делать в жизни. Опять-таки, не всем женщинам подходит такая модель. Не все женщины хотят что-то делать в этой жизни. Им проще опять-таки отдать свою, переложить свою ответственность на свою жизнь. Другому человеку, мужу, например, который будет решать, куда они поедут путешествовать. Как они проведут Новый год, что они будут покупать. Есть разные люди. Поэтому нет четкой модели, что правильно, а что неправильно. Каждая пара решает для себя, что им интересно обоим. И точно так же у вас с этим мужчиной могут быть такие отношения, а с другим у вас были другие отношения. Мы растем, мы меняемся. Естественно, меняются наши внутренние какие-то установки. Со временем меняется наше финансовое положение, меняется наш статус, например, в этой стране. Допустим, когда я первый раз выходила замуж, я не могла ничего здесь диктовать. Я не знала ни законов, ни языка. У меня не было толком изначально работы. Поэтому какие условия я могла ставить, выдвигать и что-то вообще требовать. Естественно, я соглашалась на те условия, которые мне предлагали. И это для меня было смерти подобное. Это было впервые в моей жизни, когда мне пришлось вот так жить. Но у меня хватило максимум на два года. До этого я хозяйка своей жизни. Все в моих руках. Поэтому у каждого человека свои какие-то моменты. Сейчас, допустим, я могу дать совет, опять-таки, когда меня просят. У кого-то, может быть, складывается впечатление, что мой муж какой-то безмолвный подкаблучник. У меня муж-телец, он точно так же руководитель. Он точно так же очень уверенный в себе человек, в своей отрасли. И он принимает все свои решения самостоятельно. Я не лезу в душу, я ничего не спрашиваю. Я его единственное, что попросила, когда у тебя будут какие-то документы, правовые акты. Мне будет интересно, чтобы сделать сюжет по поводу наследования, например. Потому что в каждом кантоне свои правила, свои порядки. По поводу расходов на похорон. Вот приходят, читая, говорю, пожалуйста, отложи мне в сторону. Я сделаю сюжет, это будет людям интересным. Чтобы подготовить себя, кто живет в Швейцаре, кто новенький. То есть вот в этом плане, да, я могу попросить информацию. Но вникать, что-то командовать, где-то что-то указывать, что кому делать и как жить. Это то, что некоторые мне пишут в комментарии, что я деспот в семье. Бедные мои дети, они не имеют воздуха, чтобы дышать. Это ваше восприятие, ваша картинка моего мира, которому к моей жизни не имеет никакого отношения. Поэтому я предложила своему мужу двух специалистов, которых я знаю лично, которым я доверяю. И чтобы они проконсультировались. Мой муж точно так же один ничего не решает. У него есть брат, с которым у него одинаковые права. Поэтому один не может какое-то завести дело без согласия другого. А у брата точно такие же понятия, точно такие же абстрагирования. Чтобы вы понимали, речь вообще сейчас идет об отказе от наследства. Это я так забегая наперед. Потому что это огромная нагрузка, которая не каждому человеку в Швейцарии нужна. Но это будет отдельный сюжет. Так, отвечу Али. Боже мой, они как чужие люди. Как можно было сыновьям не сказать про деньги? Деньги должны приносить радость жизни. А так они ушли. Достались чужим людям. Ну, опять можно с вами не согласиться. Моей свекрови было достаточно радости. И точно так же, как и в нашей жизни, да, есть деньги или нет, все равно у каждого человека есть радость. Моя свекровь, как вы знаете, не знаете, она жила своим розовым садом. Она вкладывала туда всю свою душу. Она была в специальном обществе любителей роз. К ней приходили люди. На день открытых дверей она их угощала пирогами, чаем в своем прекрасном саду. Для нее это была радость жизни. Не деньги делают людей счастливыми, а любимое дело, о чем я вам тоже постоянно говорю. Ну и, конечно же, это было не единственное ее хобби. Ну и если мы коснемся уже ее детей, то, естественно, они свою радость жизни точно так же сами организовывают. У каждого свои хобби и свои какие-то увлечения. Это очень большое заблуждение, что только с деньгами можно быть счастливым, радостным, а без денег все, у тебя депрессуха. Это абсолютно неправильная установка. Потому что если человек живет в деревне на маленьком клаптике земли, он и там может быть абсолютно счастливым, на десятом небе от счастья, наслаждаться своей жизнью, не имея при этом денег. Я в это свято верю. Интересно будет пообщаться с вами в комментариях, что думаете по этому поводу. Так, следующий вопрос. Опять-таки, вы для Беата спасательный круг и крепкий тыл. Соглашусь только в плане того, что семейный бюджет, наши общие расходы контролирую я. Не потому, что я деспот и все подгребла под свои руки, а потому, что у нас распределение в семье обязанностей. Каждый делает то, что он умеет и делает лучше. То есть я вам уже говорила, если мы все путешествия за пределами Швейцарии планирую, организовываю я, все путешествия внутри Швейцарии организовывает мой муж, потому что он в этом профи. Точно так же с финансами я работаю, было бы глупо передавать введение нашего бюджета семейного в чужие руки. Когда человек передает, делегирует этот момент, это тоже нормально. Не у всех математический склад ума, не все хотят погружаться в эти нюансы. Потому что просто заполнить декларацию – это еще не все. Если есть деньги, если есть какие-то возможности, то есть тоже море нюансов, как я вам уже объяснила в прошлом видео, как правильно, куда правильно записать, чтобы минимизировать расходы. Но так как он распоряжается своими личными деньгами, это все на его усмотрение. И я не просто там никакие советы не даю, я понятия не имею, что там вообще происходит. Еще один комментарий не могла пройти. Слушайте, давайте научимся и перестанем осуждать других людей, действия которых вам лично непонятны. И это не у вас в общем, а именно в вашей семье такие понятия. Потому что в моей семье, например, до сих пор никто никакие наследства не делил. Среди моих знакомых точно так же. Я не помню, чтобы кто-то какие-то наследства кому-то раздавал. Я точно так же не знаю, какие есть счета и где у моего папы, у моего брата. Они не знают, какие у меня счета, какие у меня финансовые положения вообще. Точно так же мои дети, они не знают подробности моих финансовых положений. Но я знаю их подробности, так как я заполняю их налоговую декларацию. Это тайная информация, это личная информация. В силу специфики своей работы могу получать доступ. Но я так же и подписываю соглашение о неразглашении. Поэтому я вам ничего конкретно никогда подробно не рассказываю. Я вам просто говорю в общем, что я даже, видя, как люди распоряжаются своими финансами, потому что ты ведешь клиента из года в год. И ты видишь, какие у него плюсы, минусы и так далее. Ты сравниваешь между годами, если у него прирост, либо он наоборот что-то потерял. Ты видишь, ага, в этом году появилась новая недвижимость. То есть даже на этом я очень хорошо научилась, во-первых, понимать психологию швейцарцев, а во-вторых, взяла для себя очень много важных моментов. Потому что учить теорию это одно, а на практике видеть. И разные примеры, кто как распоряжается деньгами. Ага, эта женщина одинокая, ни детей, ни семьи. Нечего списать, огромные налоги. А у этой семьи трое детей, один папа работает в кредит, взяли жилье и платят практически ноль. То есть на таких нюансах тоже складывается отличная практика, понимание, как распоряжаться деньгами. Это все зависит от человеческих. Но я больше чем уверена, что и вы точно так же не знаете, сколько денег лежит у вашей мамы дома под подушкой, например, или в банке. Ну как бы это, я даже не знаю, зачем такой информацией делиться, и кого это может интересовать и волновать. Ну то есть все вопросы, проблемы, скандалы, выяснения отношения в семьях, среди родственников возникают при дележке чужих денег. Поэтому у меня золотое правило, да? Никогда не считайте чужие деньги. В то время, пока вы считаете чужие доходы, вы бы могли потратить это время на зарабатывание своих. И еще один комментарий, я пропущу мимо ушей, да, там одна сплетница, ее давно не дает покоя моя жизнь. Значит, все время пытается какие-то придумать от себя интерпретации моей жизни. Ну, я не буду ее переубеждать, дам ей возможность дальше развивать ее фантазию. Но уже по этой фантазии видно, чем человек наполнен, насколько алчным должен быть мозг, чтобы такие интерпретации чужой жизни выдавать. В этих комментариях ты читаешь об этом человеке, об его мыслях, которые мне, например, даже в голову бы не пришли. А нельзя было продать землю и сразу купить сыну машину. Ой, Господи, вы понимаете, что сыну 55 лет? Зачем маме покупать сыну машину? Вы что думаете, что у него в этом возрасте нет машины? У него их две. Одна рабочая, вторая для выходного дня. Во-вторых, продать землю – это миллион, как минимум, да, то есть за полмиллиона купить машину сыну. А сыну нужна эта машина? Ну, в смысле, мама спулила свои деньги сыну. А нужна ему такая машина? А нужен ему такой приход вообще? Многим сложно понять, что есть люди, которым не нужны такие деньги. Не нужны. Которые просто приведут их к краху. К краху. Опять-таки, не знаю, как эту информацию все вместить в одно видео. Вот честно говоря. Наверное, по каждой теме делать. И я просто понимаю, что не всем это интересно, потому что вы не живете в этой стране. И вам эти даже огромные суммы непонятны. Если мы сейчас будем рассматривать, как работают швейцарские банки, я на своем примере вам показала, да, что есть и другие программы у банков, есть и другие портфели, другие риски. И третий вариант – это когда человек, мой клиент, работает сам со своими бумагами, сам несет ответственность, и он точно так же прилично зарабатывает. Он, выйдя на пенсию, даже не узнавал, какая у него пенсия, потому что тот доход, который ему приносит вот эта торговля на акции, а он это делает краткосрочно, оно дает ему право жить полноценной жизнью и ни с чем себе не отказывать. То есть, опять-таки, есть разные варианты. И мой позыв в этом видео был, чтобы вы изучили эти разные варианты и приняли правильный для себя. Тот, который вам по душе. Ну и вот есть же люди, которым это вообще не нужно, не интересно. Еще такой вот закон, да, можно сказать, денежный. Чем проще вы относитесь к деньгам, тем быстрее и тем лучше они относятся к вам. То, над чем вы дрожите, что вы боитесь потерять, вы обязательно потеряете. Если вы вот так вот трясетесь над ребенком, он у вас бесконечно болеет. Если вы трясетесь над машиной, авария. Трясетесь над какими-то богатствами, обокрали. Ну то есть, старайтесь эмоционально не привязываться к материальным вещам. Вы должны понимать, все приходит, все уходит. В могилу вы ничего с собой не заберете. Ваши возможности, ваши ресурсы, ваши финансы будете привязывать к другим людям. То есть, допустим, не с целью обогащения, чтобы тупо потреблять. Да, там, допустим, пересел с машины на приватный самолет. Сумку с Алиэкспресс поменял там на коллекцию Биркин. Вот, то есть, если ваша цель что-то нести в этот мир и помогать другим людям, например. Вот открыть ресторан не для того, чтобы заработать миллионы и полететь на Мальдивы. А открыть ресторан, чтобы кормить людей изысками, которые вы будете от души готовить. Чтобы давать им удовольствие, чтобы они приходили к вам отдыхать душой и телом. И вот этот посыл, он будет работать на вас же. Вы все равно заработаете от того, что у вас будет море благодарных клиентов. Но вы так заработаете деньги с хорошей энергией, чем вы просто зациклитесь и переживаете. О, боже мой, что-то я мало-мало-мало заработал, мало-мало. Завтра надо больше, завтра надо больше клиентов. Где здесь больше клиентов? Так, еще реклама, вложить в рекламу и так далее. Это другой вид заработка. И такие деньги обычно человек потом теряет. Либо в ресторане у него сотрудники воруют. Либо он обанкротится в каком-то ближайшем будущем. Потому что ту энергию, которую он вкладывает, оно не в нужное русло. Оно идет не на благо других людей. Я уверена, вам этот сюжет помог глубже вникнуть в ситуацию в Швейцарии. Конечно же, рассказать все невозможно. Поэтому люди, которым будет интересно научиться правильно планировать, распоряжаться. Буду рада видеть вас в нашем клубе. Хочу развиваться. Я понимаю, что не всем странам доступно участие в этом клубе. Нужно просто зайти на кнопочку спонсорства. Там, допустим, кнопка «Как стать спонсором канала» стоит в одном ряду с лайком. Поделиться и стать членом клуба. Я не знаю, как на вашем языке это написано. У меня стоит эта кнопочка как «Медглитверден» – «Стать участником». Но в любом случае, прочитав какие-то полезные книги, информацию, вы тоже точно так же найдете легко. И в открытом доступе море полезной информации. Предупрежден – значит вооружен. А мы увидимся с вами уже завтра в не менее интересном сюжете. Отличного всем дня. Прекрасного настроения. Пока-пока.